Актуальные темы, расследования, цикл острых социальных репортажей. Каждая новая серия уникальна и несет авторскую точку зрения на ту или иную ситуацию. Смотрите прямо сейчас. Каждая новая серия уникальна и несет авторскую точку зрения на ту или иную ситуацию. Скорее об их профессиях и о животных. По крайней мере о тех, кому сегодня повезло меньше всего. Вот собственно такая профессия у Иннокентия. Он охотник на бродячих собак. В России их стало модно называть докхантерами. Но его мода не интересует. Иннокентий отлично выполняет свою работу и вот в багажнике первый трофей. Сейчас, подожди. Собачка-то еще, наверное, не сдохла? Нет, сейчас сдохла. Смотрите, дышит. А письмо в ваш багажнике? А? А письмо в ваш багажнике? Да. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Этот же пульт ежедневно патрулирует окраины города. Это такая авто сафари, не удовольствие, а скорее необходимость. Помимо того, что по самому мнению, уже горку кинеша есть, да? Еще специально им тот приказ дал, да, что всех собак перестрелять. Потому что людям, например, они проходы не дают. Цвет жилепки ядовито-зеленый. Иннокентий – сотрудник муниципальной службы. Если быть точнее, городской санитар. Отдел, в котором он числится, небольшой. Всего девять штатных сотрудников. Но работы много. Вот письма, жалобы. Я таки пособрано всего за пару дней. От организации, от частных лиц. Вот, смотри, сколько письма. Вот эти письма берем, встречаемся с квартальным или с представителем НТУ. И они нас сопровождают. Сегодня Иннокентия сопровождаем мы. И обычно такая охота начинается перед рассветом. Я, например, летом четыре часа выезжаю. Чтобы меньше людей было. Понимаете? А вот на таких закрытых территориях, ну, можно и днем пострелять. Мы едем как раз на одну из таких закрытых территорий. Накануне Иннокентия пригласил главврач железнодорожной больницы. Конечно, не чайку попить. Вот, смотрите, сколько следов здесь. Следы бродячих собак – не редкость. Выслеживать зверя тоже не нужно. Бродяги доверчиво избегаются на свист. Бедная моя зая. Ну, все, 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 все. Ну, все, барабак. Потерпи чуть-чуть, потерпи. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть потерпи. Сейчас, сейчас, сейчас. Девочки тебе помогут. Знакомьтесь, это Татьяна. А эту трехлапую собаку зовут барабак, потому что еще та забияка. Барабака угодила под машину. Татьяна ее подобрала и вылечила. Оплатила две операции. Ну, вот она попала в беду, а ребята, которые работают на стоянке, сами не в состоянии оказать квалифицированную помощь. А я ставлю там свою машину. Сейчас вот собаку привезла ветеринарам на перевязку. И, возможно, барабаку ждет еще одна операция. Согласитесь, не всегда так заботится даже о людях, как сейчас Татьяна заботится о дворняге. Не жалеет ни время, ни денег. Не дешевое хобби. Но вот сердце как-то не позволяет пройти мимо несчастного животного, нуждающегося в помощи. Кто-то может пройти мимо, а я вот, ну, не могу. Мне жалко. Сейчас вы удивитесь. Барабака не единственная собака, о которой печется Татьяна. Ну, таких собачек у нас порядка 25 штук в микрорайоне, которым мы оказываем помощь. Пять из них у меня живет дома. Татьяна родилась в Нарыне, но переехала в Бишкек давно. Имеет небольшой бизнес и часть вырученных денег тратит на бездомных собак. Лечит их, отмывает и находит им новых хозяев. Легко пристроить породистую собачку. Все их любят. А вот этих бедненьких, как правило, стараются отшвырнуть, перешагнуть и пройти мимо. Хотя очень много в городе добрых людей. На самом деле очень много. Иннокентий тем временем убивает еще одну дворнягу и ранит в лапу другую. Из-за грохота и скула сбегают сотрудники больницы. В тот раз вот здесь убили собаку, стояли школьники. Средь бела дня, в 9 часов утра, девочка упала в обморок. И у нее теперь сахарный диабет. Вот нервный стресс у ребенка. За это кто будет отвечать? Так, вчера два врача меня вызвала. Мне-то зачем это надо? Я здесь раз в 10 стреляю. А почему вы раньше тогда об этом не говорили? Потому что раньше я не слышала, а я сидела вот там. Слава Богу, что я этого не слышала и не видела. А сегодня я вот пришла на кухню писать меню, обрабатывать. И все вот это услышала. Это твист, писк, это кровь, понимаете? Ну сделайте вы это рано утром, в конце так концов. В 5 утра можно, ночью они тоже здесь лазают. Сколько их отстреливают, их же меньше не становится. А потом это жестоко. Элина Питько, соучредитель общественно-благотворительного фонда «Право на жизнь». Фонд был создан в 2011 году группой блогеров в целях оказания помощи бездомным животным. За время существования организации они помогли найти 150 бездомным собакам новых хозяев. Вот эти следы крови на снегу, на земле, да? А вообще никто не думает о будущем поколении, на глазах у которого ведется этот отстрел. То есть вот буквально 2 дня назад мы были в 5-м микрорайоне, возле детского сада. Происходило это действие, да, дети, женщина с ребенком. Для ребенка это сигнал того, что раз дядя стреляет в собаку, никто его не осуждает, то это есть хорошо. Правильно? Логика такая. И впоследствии этот ребенок, ну а почему бы не выстрелить в человека? То есть мы сами будем воспитывать поколение каких-то, не знаю, там, жестоких попросту людей, да? Там еще одна собачка есть. Да. Это наш второй пациент. Пациентку зовут Лада. Этой дворняге Татьяна подарила вторую жизнь. У нее проблема с позвоночником, и вот девочки ее лечат уже месяца два. Если для кого-то машина это роскошь, то для Татьяны в первую очередь это средство, на чем можно повезти в питомцев ветеринарам. Эта машина предназначена специально для собак. Для себя, конечно, малолетражка. А вот эта машинка у меня как раз... Ага, все, попали. Чувствуется здесь им очень удобно. Половина людей, половина людей, относится очень доброжелательно. Вторая половина относится именно вот так, как вы говорите. Сумасшедшая бизнесменка, которой некуда девать деньги. Поэтому она тратит их на блохастых животных. Я считаю, что это моя помощь. Конечно, мнение людей волнует Татьяну меньше всего, иначе прекратила бы заниматься такой благотворительностью. Вот только непонятно, что движет ей. Любовь к беззащитным, либо жалости. А как они страдают? Я иногда вот вижу собаку в таком состоянии, что думаю, господи, если бы она могла, она бы покончила с собой. Но у нее нет такого выбора. Она должна облачить свою ужасную жизнь, пока вот голод и болезнь ее не доконает. Иннокентий хитрый. Знает, как выманить жертву. Оптовый рынок. Сюда частенько зовут санитаров. Особенно много бродяг у контейнеров с колбасами. Здесь он надеется подстрелить хотя бы одну собаку. И вот она, бродяга. Бедняга еще не умер. И вот контрольный выстрел. Нет, собака не хочет умирать. Карабкаясь, из последних сил бежит домой. А вот и хозяин бедолаги. Ох, и не поздоровится сейчас Иннокентий. На редкость мужчина оказался сдержанным. Шарик зовут собаку. Спрятался под машиной хозяина. Наверное, и раньше прятался там, когда попадал в неприятности. Но сегодня куда хуже. Ранен в ногу, вытек левый глаз. Не часто увидишь мужчину в слезах. Хозяин оставляет шарика и надеется, что спасет ему жизнь. Шарику не повезло. Оказался не в том месте и не в то время. Если бы был ошейник на нем, может, не так все кончилось. Как назвали собачку? Шарик. Шарик? Чья-то собака часто бывает? Бывает иногда. Чтобы подстреливать. Да. Но мы это стреляем без ощущения. Породиться к ней стреляем. Да, а в озвучении, конечно, хозяин нашел. Нет. Хорошо, что камеры здесь еще не набросились руками. Нет. Бывает, да. Бывает. Вот иногда и так, как особенно стреляешь, там же как? Кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот кто их подкармливает, и машину бьет, и руками кидаются. А кто заявление пищет, постоянно этот, защищает нас. Мы же без квартального, без участкового не имеем права, не можем стрелять. Боимся. Вообще, человеку должно быть чуждо убийство, да? В любой религии это не приветствуется, кто бы это ни был. То есть, есть животные продуктивные, которых мы потребляем в пищу, собаки-кошники не относятся. И, соответственно, убивать их нельзя, ради какой бы ни было цели. Это как раз наша подшипная собачка. Ее Муха зовут. Она такая чудесная девочка. Вот она как раз кандидат на следующую стерилизацию. Это Муха. Ей 8 месяцев. Она веселая такая, хорошая девчонка. Вот тоже бы кто-нибудь взял бы ее в свой двор. Татьяну во дворе знает каждая дворняга. Ну и соседи тоже. С соседями бывают конфликты, если честно, бывают. Людям не нравится то, что вот вокруг дома или рядом со мной находятся собаки. Причем мои собаки, они добрые. А вот там, вот там дикие собаки. Вот такая экстремальная ситуация, она, наверное, требует мешательства именно, вот посмотрите, от зрельщиков. С ними невозможно справиться. Татьяна делит собак на диких и безобидных. Те дикие, конечно, с завистью смотрят на Муху, Ладу и Барабаку. Лают, значит, что-то не нравится. Если такие собаки ходят в стае, то они опасны и для человека. Говорят, чем хуже живут люди, тем больше бродячих собак. Численность таких собак никто не может назвать. Единственное, что выступает в пользу именно от стрела – это статистика укушенных зверьми людей. Судите сами, в 2010 году только в Бишкеке было укушено 2838 человек, в 2011 – 3041. Третий из них – это дети. Иннокентий твердо стоит на своем. Обычно в развитых странах дворняк стерилизует, прививает и содержит в питомниках. Но у города денег на гуманизм нет. А стрел обходится дешевле. Три раза в день надо кормить. А чем их они, например, медиа, например, кормить? Ну, гораздо же дешевле. Или, например, вот эти защитники. Будут они деньги вкладывать, накормяешь их? Вы не считаете свою профессию такую жестокую? Ну, а что делаешь? Кто-то же должен это дело делать. Почему бы не отступить от старых правил, еще при Советском Союзе введенных, не наложить мораторий? Сторонники организации выступают против отстрела бродячих собак, считая, что этот метод жестокий. Пропагандируют стерилизацию как основную возможность уменьшения популяции бездомных собак. За время существования фонда стерилизовано 49 самок. Это 3 миллиона сомов, да, вот во всех средствах массовой информации звучит именно эта цифра. А почему бы на эти деньги не провести стерилизацию? Результат будет налицо. Почему бы так не сделать вместо отстрела? Хотя бы попробовать. Ведь этого никто не пробовал, правильно? Отстрел – это не решение проблемы. Мы люди или нет? Вот здесь у нас вот кормушечка для кошечки. Тут, конечно, у меня целая птичка для собачьих всяких проблем. Тем временем у Татьяны дома радости жизни. На улице разве кто-нибудь даст такой злаковый корм бродяге? А здесь вот вам. Татьяна сама не поест, но собак накормит. Знаете, в моем возрасте чем меньше я съем, тем лучше для фигуры. Собаки чувствуют здесь себя вольготно. Обои мебель не грызут, как некоторые породистые псы. Бережные очень. Вот только кот иногда стенку царапает. Коша у нас рвет обои, нехорошая девочка. Вот это у нее присутствует. Мы уже купили дощечку, надо вот сейчас ее вот так прибить, и тогда будет для нее место, где она будет точить свои когти. Татьяна живет одна, мужа нет, сын живет в Таиланде. Может, поэтому здесь собаки? Знаете, тема детей настолько сложная. Я считаю, что этим должны заниматься люди более молодые. Вот представьте мне 50. Режима питания здесь нет. Миски у них всегда полные. Уплетают за обе щеки. Они знают, что на улице такой вкусной пищи нет. Повезло им. Другим соплеменникам повезло гораздо меньше. День охоты закончен. Мертвых собак Иннокентий привозит на городскую свалку. Бетонная яма – братская могила. Когда она наполнится, а она наполнится скоро, яму засыпят хлоркой и закроют. В этих ямах тысяча отстрельных бродяг. Никакой жалости такая работа. И пока, к сожалению, востребованная.